Мы впервые при нём столкнулись с какими-то вопиющими актами и нарушений посягательства нашей обычаи и традиции на наши устои. И причём автором всего этого был именно он. Сам Кадыров вполне себе открыто, откровенно, вызывающе порой, даже нагло как-то садился перед телекамерами и, например, кормил свою жену ложкой. Вот эти все моменты увидели, какие-то обычные рядовые чеченцы, и решили, что нужно, наверное, какое-то новое веяние, наверное, так надо, и тоже повторили, но за это им пришлось извиняться. Но сам Кадыров не извинялся, сам Кадыров, наоборот, оправдывал всячески, рассказывал, что так он и должен был поступать. Вместо этого было бы гораздо лучше, если бы он сказал, да, был молод, дурак, вот я таким образом нарушил наши традиции, устойкаюсь. Больше никогда этого делать не буду. Это было бы, по крайней мере, честнее, если бы он так поступил. Ас-саляму алейкум, Томсо, почему мупти Рамзана и дочь Рамзана затрагивают тему свадеб без излишеств, ведь недавно они сыграли свадьбу пышную и танцевали там, почему они затрагивают это? Ас-саляму алейкум ас-саляму, насколько я вообще эту тему понял, а я не сильно, честно говоря, вникал, не слышал, не видел всех сторис, каких-то обращений, передач, не смотрел, но из вот такого вот поверхностного ознакомления я понял, что там речь, то есть они были возмущены не излишествами, они не в этом, как бы, их проблема, и они говорили про внедрение в наши обычаи каких-то посторонних явлений, не относящихся к нашим обычаям и традициям, то есть дочь Кадырова, она, как будучи, как бы, министром культуры, должна родить за все, что относится к обычаям, традициям, так как это все относится к культуре народа. И вот она, значит, по своим профессиональным обязанностям решила высказать свое мнение, что внесение каких-то не относящихся к нашим обычаям и традициям обрядов, будь то в свадьбы, будь то в похороны, будь то в какие-то иные мероприятия, так или иначе связанные, допустим, со свадьбой, у нас же к свадьбе привязано еще много иных мероприятий, как, например, после того, как церемония завершена, у нас должен зять отправиться к родственникам жены. Это тоже регламентировано обычаями, то есть как это должно делаться, кто должен ехать первым, что должен с собой вести, что он должен там делать, с кем он должен общаться, должен ли он сидеть или стоять, если он садится, то кто ему дает такое позволение на то, чтобы сесть. В общем, все эти моменты, мы же с вами понимаем, что это непрописанные такие законы нашего общества, то есть это наши обычаи. Точно так же есть ряд мероприятий, которые предпринимаются до свадьбы, когда кто к кому сватается, кто те люди, которые осуществляют вот это сватовство. То есть у нас же есть определенные ограничения, не может сам жених поехать к отцу или брату своей будущей жены и договариваться о свадьбе, о совместной жизни и так далее. Понятно, да? Почему это нельзя? Это ведь нигде не написано. Вы не найдете ни один документ, какой-нибудь государственный акт, где было бы подобное прописано. Это относится к обычаям и традициям нашего народа, так как это вещи, которые мы из поколения в поколение мы их соблюдаем, передаем, и общество в целом живет вот в таких традициях. И вот, насколько я понял, Айшат, по-моему, ее зовут Катырова, она, значит, сказала про что-то, нечто подобное. Я могу сейчас ошибиться именно в точности, по-моему, там что-то в кормлении и кормлении матери мужа, как она по-русски забыла это слово, свекруха, по-моему, да? И то ли насчет этого, насчет чего-то, в общем, она сказала, что не является обычаем чеченцев, и что это якобы привнесено к нам, и она возмутилась, что, мол, вот такие вещи не надо, не нужно вносить в наши какие-то обычаи. Вот я эту историю понял именно так. И в целом, конечно же, с этим мы согласны, с тем, что обычаи должны соблюдаться, их должны сохранять, туда не нужно вносить ничего от других народов. Это сохранение некой идентичности народа. Для этого и создаются вообще министерства культуры, если на то уж пошло. Это министерство, оно как раз-таки должно заботиться о том, чтобы вот эта вот культура и традиции этого народа, они сохранялись, они ни с чем не смешивались, а наоборот даже экспортировались. Но проблема здесь в том, что эта Айчат Кадырова является дочерью Рамзана Кадырова, который, по сути, является основоположником всех вот этих внесений. Несмотря на все то, что они там говорят и заявляют, но мы именно при Рамзане Кадырове, как российском наместнике в Чечне, как губернаторе, главе российского субъекта, мы впервые при нем столкнулись с какими-то вопиющими актами, нарушений, посягательства нашей обычаи и традиции на наши устои. И причем автором всего этого был именно он. То есть это не тот случай, когда мы кто-то что-то сделал, и мы подозреваем, что за этим всем стоит Кадыров, потому что этот сделавший человек, он как-то связан, афилирован. Нет, сам Кадыров вполне себе открыто, откровенно, вызывающе порой, даже нагло как-то садился перед телекамерами и, например, кормил свою жену ложкой. Жена в ответ его кормила из ложечки. Он сидел открыто, говорил о том, что он любит, допустим, свою жену. Жена рассказывала какие-то моменты семейной жизни, которые у нас не положены. Многие люди из нашего народа нас не поймут. Ну и что скажут? Муж кормит жену с ложки, жена кормит. Да в этом нет проблем, на самом деле. У себя дома мы кормим, и жены нас кормят с ложек. У нас нет в этом проблем, мы не какое-то дикое общество, чрезмерно такое традиционное, которое и в семье, вы такие все знаете. Нет, мы в семье обычные люди. Но по нашим обычным традициям в общество это никогда не выносилось. Это очень сильно осуждалось. У нас нельзя, нельзя идти с женой за ручку. У себя дома ходи, сколько хочешь, держи ее за руку. Но будь добр, выходишь в люди, жену за руку не держи. То есть есть много таких моментов, которые для нас, это для нас что-то нечто обычное. Но именно Рамзан Кадыров был тем человеком, который на это все посигнул. Первым это все у нас наглым таким образом нарушил. И неужели ты хочешь сказать том, что до него это никто не делал? Нет, я не хочу сказать. Конечно, всегда есть какие-то отдельные там товарищи, которые где-то что-то могут. Но вы понимаете, что это какие-то одиничные случаи, когда кто-то где-то что-то там в каком-нибудь селе сделал, и это вот там в этом селе, это значит обсудили, осудили этого человека. Он там потерял определенный авторитет, все. Это вообще другая тема. А тут, когда это делается на камеры, на целый народ, это все транслируется, вот что возмущает людей. Люди не против того, чтобы традиции и обычаи соблюдались, чтобы они сохранялись и передавались. Я думаю, что практически мнение всех чеченцев это будет, если я скажу, что мы все за это. Мы все однозначно за то, чтобы наши обычаи и традиции, они сохранялись. Мы очень любим свои обычаи и традиции. Мы даже гордимся ими в хорошем смысле. Поэтому мы в этом плане, да, мы такие консерваторы. И у нас в этом вопросе нет ни согласия, ни с Кадыровым, ни с его дочерью, ни с этим Муфтием. В этом плане мы все говорим одно и то же, но проблема в том, что мы это говорим и делаем, а Кадыров это тот человек, который это говорит, но делает обратное, нарушает это все. Поэтому, конечно, и дочери Рамзана Кадырова, и его Муфтию стоит прежде всего сказать это именно ему. Сделать такое наставление. Дочери сделать своему отцу, Муфтию сделать своему начальнику, чтобы он не нарушал чеченские обычаи и традиции, чтобы он их соблюдал, чтобы за все те вот эти вот нарушения, что он сделал, он за это покаялся, принес извинения. Вместо того, чтобы наказывать кого-то, кто сделал то же самое, что и Кадыров, только после него увидел пример, как Кадыров показывает пример, как он прилюдно играет со своими детьми, что у нас тоже не принято. Это тоже нарушение наших обычаев, устоев. Как он там с женой своей заигрывает, как он рассказывает о любви к ней и так далее. Вот эти вот все моменты увидели, какие-то обычные рядовые чеченцы, и решили, что нужно, наверное, какое-то новое веяние, и, наверное, так надо. И тоже повторили, но за это им пришлось извиняться. Но сам Кадыров не извинялся. Сам Кадыров, наоборот, оправдывал всячески, рассказывал, что так он и должен был поступать. Вместо этого было бы гораздо лучше, если бы он сказал, да, был молод, дурак. Вот я, значит, таким образом нарушил наши традиции, устойкаюсь, больше никогда этого делать не буду. Это было бы, по крайней мере, честнее, если бы он так поступил. Субтитры создавал DimaTorzok